добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 27 мая пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно при хорошем зрении вы можете рассмотреть у меня за спиной и так что сегодня интересно израиль будет поставлять газ евросоюзу но произойдет это конечно не скоро ну и сами понимаете по каким будущим ценам но это возможно и собственно через пару лет мы можем этот газовый пассаж увидеть bitcoin вчера отработал мою торговую идею на понижение вот и у меня появилась новая амбициозная торговая идея на рост этого инструмента и об этом мы поговорим на графиках с вами и фондовые рынки взбодрились под конец недели и похоже закроют эту неделю на бычьей стороне давайте обсудим это в чартах поехали итак начнем из золотишка золотишко конечно мочит мочит что интересно смотрите вчера у нас был очень любопытный пин-бар очень любопытный пинг-бар который продолжает находиться в либо находится в своей ланговой вот в этой бычей тенденции я говорил о том что ребят присматривайтесь к лангам присматривайтесь и кто меня вчера услышал тем могут уже находиться в плюсе хотя мы конечно очень слабо откатили от ланговой инициативы которая прошла на середине месяца но вот этот пин-барчик пин-барчик стоит правильном месте он является тенденционным и собственно через него можно провести трендовую линию дабы сопровождать свои гигантские четырехдолларовые позиции в надежде увидеть котировочку 2075 долларов за тройскую унцию если мы откроем недельный график потому что сегодня пятница то увидим что это торговая неделя закрывается ну таким себе небольшим не маленьким средним пока баром но если мы все-таки работаем от вот этого внутреннего то по идее его первая цель должна быть материнский бар вот этот эта котировочка то есть вершина позапрошлой недели до нее еще две с половиной тысячи пунктов то есть запасе к хода есть даже для тех кто хочет выйти на коротке серебришка серебришка подрастает кстати не стала пробивать вот здесь вот на тяжечку откупилась но могли могли пробиться произошла вчера мощная ланговая инициатива и американцы купили азиат купили ну по большому счету это хорошо напоминаю что инструмент находится в очень шоколадном месте и закрывает неделю гораздо веселее чем золотишко и напоминать продолжаю напоминать что по серебру очень большие потенциалы роста минимум до 30 долларов а то и до полтосика да друзья мы такое может быть если вы разбираетесь тех анализе также хреново как и я то можете увидеть что мы стоим в самом зарождении волны b которая может поднять цену серебра минимум на 10 баксов не пропустите этот эту бычью вакханалию плате надали что это у нас плате на плате на тоже тоже неделька как у нас там выглядит ну никак собственно не выглядит плате на на спид в каких-то недельных заборах из баров не растет не падает но в любом случае думаю пушка рано или поздно выстрелит и сюда под 1300 а то и под полторашечку мы еще увидим а вот друзья мои палладий про который я собственно говорил покупать ниже 2000 потихонечку восстает из пепла и пытается прогрызть 2000 долларов чтобы забраться повыше здесь мои рекомендации продолжают оставаться актуальными пара евро доллар сегодня героически обновила трехдневный экстремум свой и отстопила продавцов которые три дня продавали и прятали свои стоп лосики за уровень зеркальный 107 что там у нас 500 примерно да вот этот уровень то есть против продавцы день продавцы 2 продавцы 3 тут шартили шартили сегодня класс и собственно опечалили давайте посмотрим как это было а ну азиаты забрали азиат видите мощная такая свеча ну пока пока могут пройти коррекции кстати вот здесь вот осталась осталась площадочка мы можем ее пощупать поэтому быть внимательным то есть основные цели по еврику на этой неделе уже забраны та же самая история произошла и по фунту тоже самый уровень примерно то есть можно сказать что евро и фунт потеряли свою идентичность к доллару и просто пляшут под его дудку ну так же как вы понимаете кто из политиков в евросоюзе здесь тоже никаких рекомендаций мы ждали глубоких откатов для того чтобы зайти и треснуть продавцов по стопам но нам этот откат не дали вот и мы собственно ничего не предпринимаем по этому поводу доллар иена доллар иена друзья мои набивает площадочку перед штурмов штурмом зеркального уровня обратите внимание как тянется тянется иена на четырехчасовом таймфрейме как истинный японской белорусский партизан ползет ползет почему потому что очень тяжело день и ослабевать на слабом баксе то есть слабое деленное на слабое как бы сильно не получится вот но я продолжаю напоминать тем кто кого короткая память и я кто смотрит меня в первый раз меня зовут андрей приветствую и у доллар иены есть важный уровень до которого мы должны друзья мы обязаны дотянуться обязаны дотянуться своими шартовыми на позициями это зеркальный уровень пятнадцатого года который называется 25 853 плюс минус 2 на локтя по карте и этот уровень этот уровень например на часовом таймфрейме выглядит вот следующим образом вот он он здесь внизу спит а вот это вот вся на все вот эти вот такие вот бычьи легкие натяжки это заманивание заманивание покупателей в счастливый ланг ланговый паровоз который они пропустили несколько месяцев назад соответственно я думаю что этот инструмент должен опуститься в цене хотя бы хотя бы на ну вот на тысячу пунктов по пятому знаку может от текущих может быть какие-то закин донщики но смотрите у нас есть шартовая тенденция у нас есть натяжка у нас есть интересный уровень зеркальный почему бы нам здесь не поискать шартовые позиции вот так дальше дальше что переходим к нашим кроссовым историям которые мы отрабатываем и анализируем как сеточного метода торговли канадец иена франк иена пока никак себя не проявляют но я продолжаю верить в то что эти инструменты должны стоить дешевле примерно по вот этой одинаковой для них схеме вот такой понятное дело что не сразу этот ланговый паровоз развернется но это все равно произойдет рано либо поздно если вы используете без своповые считаем вы можете сидеть таких позициях бесплатно канадец франк канадец франк немножко корректируется но в этой зоне он нам абсолютно не интересен новозеландец канадец после героического теста зеркального уровня немножко обтекает но опять же в этой зоне в рамках сеточного метода торговли который я применяю я анализирую вместе для инстафорекс этот инструмент мы здесь не трогаем только ниже минимума текущего и прошлого года аудикат аудикат героически восстанавливается оставил подлец двойное дно но я думаю мы мы его пощупаем в этом году еще не раз новозеландец франк не тоже не дошел до минимума года на этой неделе но ничего дойдет на следующий мы никуда не торопимся доллар франк слабеет две недели падения вниз и это очень здорово для тех кто набирал шарты и могут даже периодически наблюдать прибыль по этой позиции поздравляю вас с этим достижением австралиец новозеландец пока ничего не дает нам на таких хаях только новые забросы наверх для того чтобы набрать сетку шартов и снова выйти на зеркальном уровне еврокат еврофранк идут примерно ноздря в ноздрю и эти ноздри нам интересуют нам интересны только на минимумах года если эти инструменты героически туда спустятся то мы их будем дружно подбирать шагом тысячу пунктов по пятому знаку дальше жижа друзьям и растет жижа вот и мои фланговые позиции начинают меня радовать ну вот почему потому что впереди уровень 117 там 116 сколько там 70 70 до чувствуя медкомиссию на право на замену прав не пройду вот но но план такой что мы должны пробить вот это двойное дно но не совсем прям войну вершину я не совсем прям здесь ровненькая площадка но прошло прошло хорошая хорошая ланговая инициатива произошло это вчера вот я думаю что ну вот эти несчастные сколько три доллара мы уже должны должны дойти до них но естественно с каким-то коррекциями если вы покупали в зоне которая говорила я говорил о двух зонах то есть либо взять вот этот весь импульс за волну а и купить от от 50 то есть вот здесь мне не меняется торговая стратегия с годами друзья мои ничего не меняется то есть есть импульс есть откат покупаем если вы этот сигнал пропустили покупаем на следующем импульсе на откате в 50 процентов вот здесь если вы это сделали вы сейчас должны находиться в плюсе на 4 доллара стоиком но примерно 8 долларов вот такая нехитрая древнерусская торговая стратегия которая очень просто можно использовать как для самостоятельной торговли так и для аналитики чем ваш покорный слуга периодически и занимается доллар рубль доллар рубль наконец-то показал свое техническое дно в новой реальности в которой его окунули наши направители то есть новая реальность это 50 можно сказать 5 до но 55 с половиной рублей это новая донышко по этому инструменту после к от которого пресс пошли фиксы перед перед ставкой да где или набиулина понизила ставку с 17 до 11 процентов чем порадовало многих заемщиков ну и соответственно у нас неделька неделька закрываются прям такие такой вот откупочкой мощная и можно этот уровень взять за какой-то новый новый уровень по рублю от которого можно строить всякие площадки планы импульс и так далее ну сколько на 65 ну 65 не 55 вот поздравляю тех владельцев долларовых активов немногочисленных которые остались в наших рядах дальше что у нас сберщик ну сберщик печали я уже говорил о том что хочу купить его подешевле в этой каше вообще не хочу даже и думать чтобы затариваться каким-то русским грузским русскими бума бумажульками да вот только пониже пониже американский фондовый рынок восстает из пепла восстает из пепла и даже уже что-то тут по пробивал по пробивал но я имею ввиду такие вот зоны приоритетов ну такие бы быстрые ускорения которые нападения были пробил и кстати кстати смотрите если останется вот эта площадка и дадут нам откатик вот таким образом для любителей поработать в импульсы можно поохотиться за этой площадкой в будущем да но если ее заберут ложникова то это скорее всего будет продолжение шартова паровоза европа тоже тоже восстанавливается ноздря в ноздрю и возможно это инициатива а это пойдет трешечка почему недельки недельки у нас видите как идут очень интересно то есть здесь было поглощение здесь бычий бар ну и и прям есть шансы и шансы вырастим дать кстати посмотрим от вот этой ланговой инициативы что у нас есть у нас полтосик был вот здесь друзья мои я отчет его профукал своих рекомендациях ай-яй-яй на ай-яй-яй а чё у нас по пастоксу ну пастоксу чуть похуже похуже если вот это взять за инициативу полтосик был выше но у дак всегда получше выглядит битолочек битолочек друзья мои вчера героически отработал мою простейшую рекомендацию на продажу с целью обновления вот этого вот этой площадке я думаю только ленивые вьетнамские домохозяйки которые подторговывают на форексе периодически между тем как жарят кузнечиков не видели этот уровень все его видели я думаю вы тоже заработали напишите под этим видео что теперь теперь друзья мои есть есть потенциал наверх наверх почему потому что вот это была ловушечка покупателей покупателей кинули и вчера прошла мощная инициатива если вы легкой руки антонио фибоначчи натяните его натяните его индикатора которым он не знал то до которого он не дожил скажем в mt4 на это увидите что 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 сейчас мы стоим на 61 а сегодня ночью мы тестировали пяти полтинчик по фибии от которой можно аккуратненько подкупаться с целью с целью поднятия стоимости битка как минимум до вот этой площадке по 30 тысяч долларов за монетку которую вы никогда не поддержите в руках ну запас хода есть а может быть это и начало разворота который вынесет биткоин за немыслимые сотни тысяч и даже миллионы миллионы долларов за на монетку вот такой планчик нехитрый присмотритесь так 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 что на что он фейсбук фейсбук я всегда смотрю и плачу почему потому что я купил выше 200 а сейчас он 191 ну принципе если вы подбирали этот инструмент ниже 200 поздравляю вас с хорошими новостями так давайте перейдем к ответам на вопросы на канале по вчерашнему 6 комментариев спасибо за обзор андрей уже пару дней пытаюсь установить симулятор но вылазит непонятная ошибка обратитесь техподдержку можете посоветовать статью по установке если у вас проблемы с симуляторами пишите мне вот на почту вот сюда где там вот почта для связи вот сюда пишите все расскажу покажу расскажу так ремиксал ну ладно в битке треснула черночная свеча как вы говорили но потом будет куда вот вопрос но вы знаете ремикс обла что у меня очень простая система понимания рынка форекс она заключается в наличии целей наличие импульсов и наличие откатов всего-навсего вот эти три простые деревенских события которые сподвигают меня к каким-то спекулянтским действиям и анализу соответственно как я сегодня говорил есть инициатива есть откат если вы купили от полтосика то можете уже находиться в плюсе может дадут еще раз зайти но я сейчас друзья мои за ланги потому что есть куда расти так макс макс первый раз порадовал биткоин по 29 700 но закрылся по без убытка 2 зацепился от 2029 над большой шартовой свечи может быть одновременно с вами но к сожалению мой основной сценарий был истинный пробой из-за чего прибыль после импульса составила всего 500 пунктов вместо 1000 тогда как микромире увидел ломающуюся структуру передвину стоп лосс плюс стоп сработал сразу так про кубки возвраты не стал жадничать решил искать покупки на откатных с целью спасибо за аналитику ну макс смотрите если вы там в микромире ищите счастье то и выходите тоже на микромире то есть получается так что вы там где-то зацепились в микромире хотите вытащить макромир я вас понимаю конечно с финансовой точки зрения нос логическое лучше лучше выходить тоже на короткие то есть была площадка хорошие поставили бы туда тейки все вы ожидали истинный пробой но для истинного пробоя не было хороших целей понимаете поэтому нужно было брать ложняк и радоваться жизни и потом собственно пытаться что там уже бесплатно зацепить разворот пример поэтому в каком мире заходите в том мире и выходите владимир спасибо за обзором так можете порекомендовать пару доллар юань а прокомментировать доллар юань знаете надо заняться и на выходных я ее завтра завтра проштугирую думаю в понедельник понедельник мы ее расчешем так так что у нас что у нас по по новостям вчера я записал мастер-класс друзья не вчера позавчера я записал мастер-класс тридцать второй невероятный мастер-класс который называется потери в трейдинге сегодня его открыли вчера он был закрыт вот и и я считаю что это очень интересный контент друзьям и я предложил схему работы с несколькими счетами которые упростит ваше понимание рисков и в принципе включить диверсификацию и заставить вас друзья мои считать и купить на наконец кулькулятор который должен у вас лежать на столе посмотрите я думаю каждый найдет в этом мастер-классе что-то для себя я вот здесь рисовал фломастерами друзьям и новыми новыми я думаю вы это оцените так на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии отдохните на выходных погоняйте симулятор если не получается пишите мне на почту и до встречи на следующей неделе в понедельник всем пока